Субтитры сделал DimaTorzok Мы прекрасно знали, что Карпаты сыграли в ничью из Динамо. Это была очень сложная игра, и они добились отличного результата. Поэтому, когда мы продумывали стартовый состав на эту игру, мы не могли бы сделать это против Александрия, против Динамо, потому что нельзя было ставить на Александрию, на Динамо и на Карпаты. Это было бы самоубийство для нас, и мы ставили тех же самых ребят. Не стоит забывать, что через четыре дня нам предстоит игра с Динамо-Загреб. Если будет Акарпаты, либо какая-либо другая команда, нам нужно было провести такого рода ротацию для этой игры. Поэтому в голове ни в коем случае у меня не было каких-либо сомнений по силе соперника. Наоборот, от того, что говорят, я думаю, что футбол нам всем уже сказал, что простых команд нет. Все заслуживают наше максимальное уважение, потому что результаты могут приходить совершенно неожиданно. Команда, которая, может быть, на первом месте может проиграть очки, потерять очки с командой из последнего места. Поэтому я хочу очень чисто и искренне признать, что мое уважение к Карпатам максимально, просто максимально. Но ни в коем случае я не мог бы играть с тем же составом три игры подряд, принимая во внимание, что там Динамо-Загреб на следующей неделе. И, конечно же, помимо этого, я доверяю абсолютно всем ребятам, которые есть в моем расположении. Да, это действительно правда, такой эпизод был из-за нашей технической ошибки. Мы совершили несколько технических ошибок. Иногда, когда есть положительный результат, есть некоторые ошибки. Не смотреть на игру, а смотреть просто на результат. Технические ошибки были. И там действительно, да, был неправильный пас от нашей линии обороны к полузащите. Действительно, игрок Карпат перехватил мяч, пробил и практически забил гол. Но я, честно говоря, не знаю, какая бы история сложилась, если бы забил. Никто не знает то, что могло бы произойти. Наверное, поэтому мы любим футбол. Если бы произошло, если бы не произошло, а как бы было. Но в футболе есть ли, да как бы нет. Мы можем комментировать только то, что было. Что было? Это хорошее начало «Шахтера». Полное доминирование до первого гола. После гола среагировали Карпаты. Они вышли. Немного начали прессинговать выше. Создали нам некоторые сложности при розыгрыше от ворот. Мы перестали контролировать игру. И во втором тайме снова же возобновили этот контроль. С изменениями некоторых позиций. У нас крайние защитники были слишком высоко. Практически с нашими вингерами. Один игрок Карпат мог аннулировать двоих игроков. Нам нужно было скорректировать некоторые детали. Не шли в зону. Нужно было скорректировать после первого тайма некоторые детали. И потом повезло создавать голы в правильные моменты. И нам было комфортно играть. Сейчас украинские журналисты. Все мы, ну, по крайней мере, те, которые сидят сейчас здесь, думаю, даем себе отчет в том, что самые великие лиги в мире – это английская, испанская, немецкая, итальянская, французская. Ну, особенно английская, немецкая, испанская и итальянская – это являются самыми сильными чемпионатами в мире. Чаще всего команды, которые участвуют в этих чемпионатах, доходят до финала Риги Чемпионов. Несмотря на то, что мы, чтобы прекрасно понимали, команда, которая играет в Премьер-лиге, я не зарабатываю 137 миллионов евро. Поэтому это сразу же все, что происходит в этой большой лиге. Я думаю, сейчас нет смысла обсуждать эти вещи. Чемпионат вот таковой, он такой же, как в Португалии, как в других меньших странах футбольных. Но он продолжает быть интересным чемпионатом. У нас есть, в принципе, 5-6 команд, которые борются за топ-таблицы, и они сильны. И есть другие команды, которые не так сильны. Но это каждый год вот так, и во всех остальных чемпионатах такое же происходит. Влияет ли это как-то на еврокубковые матчи? Конечно же. Чем больше соревнований в чемпионате, тем больше силы у нас есть, чтобы показывать себя на еврокубковых. В аренах. Если вы меня спросите, действует ли чемпионат внутренний на продуктивность команд в еврокубковых матчах, да, конечно же. Есть. Такое есть. Мы не должны говорить, что чемпионат плохой, поэтому мы не готовы искать какие-то отговорки. Мы знаем, что вот так, и нужно вот так работать. Нам нужно смотреть, вот так, а ну окей, хорошо, вот так. Так, значит, что нам нужно делать в еврокубковых матчах, чтобы уменьшить эту разницу между сильными чемпионатами? Мы должны противостоять командам, и мы стараемся это делать в каждом поединке. Очень часто, когда не получается изменить, нужно смотреть в реалии. Если реалии таковы, мы должны работать в таких реалиях. Не знаю. Я еще не думал об этом. Не люблю внезапно говорить. Хотел бы изучить эту ситуацию и потом сказать, хотел бы, не хотел бы, но одно я знаю. Кто организовывает такие чемпионаты и формат чемпионата, это для того, чтобы улучшить, защитить украинский футбол. Поэтому, я думаю, федерация, которая отвечает за это, за формат чемпионата, я думаю, что они сделают наилучший выбор. Ну, а, конечно же, после того, как я изучил эту ситуацию, я дам свое мнение.